До Исламской революции 1979 года Иран был одной из главных светских стран Ближнего Востока. И люди здесь жили вполне неплохо. К примеру, за год до революции на минимальную зарплату иранец мог запросто купить 74 килограмма мяса. С досугом тоже проблем не было. 450 кинотеатров в стране. То есть один кинозал на 80 тысяч человек. Вполне нормально. Да и в целом экономика росла, и люди казались счастливее, чем сейчас. Мужчины менее стесненно общались с женщинами, а дамы свободно носили одежду западного стиля. Брюки, мини-юбки, топы. Ношение хиджабов либо запрещалось шахами, правителями Ирана, либо считалось признаком отсталости от западного общества. Но очень многим в Иране такие порядки не нравились. Гнев религиозной части населения окопился до конца 70-х, когда и случилась исламская революция. В 79-м радикально настроенные иранские студенты захватили американское посольство. Затем полтора года новые власти Ирана удерживали в заложниках более 50 граждан США, требуя выдать бывшего шаха и вернуть вывезенные им богатства. Так власть шахов в Иране прекратилась, и его возглавил прежде опальный духовный лидер Аятолла Рухала Хамейни. Сразу после этого Америка прекратила закупки иранской нефти и заморозила иранские вклады в своих банках. Дальше, в 80-м, дипломатические связи США и Ирана были разорваны. Штаты запретили денежные переводы в Иран и полностью прекратили торговлю со страной. Они перестали поставлять туда даже продовольствие и медикаменты. Правда, меньше чем через год запрет на торговлю сняли, но ограничения на денежные переводы оставили. В дальнейшем штаты обвиняли Иран в поддержке терроризма, нарушении прав человека и развитии опасной ядерной программы. При этом штаты все время балансировали свои санкции. То есть одни смягчали, а другие ужесточали. Например, в 84-м году Америка вновь ограничила экспорт в Иран, а в 87-м опять порезала импорт иранских товаров в США, в основном нефти. Затем, уже в 90-м году, американцы опять начали закупать иранскую нефть, но в ограниченных объемах. Дальше было еще несколько запретов, а уже с середины нулевых санкции против иранских банков, компаний и граждан, связанных с атомной и оружейной промышленностью. Впрочем, развитие ядерной программы Ирана беспокоило не только США, но и Европу. В итоге, в 2006-м, Иран вступил в переговоры со Штатами, Францией, Германией, Британией, а также с Россией и Китаем. Желание помириться и приход к власти в Америке в 2009-м демократа Барака Обамы помогли в очередной раз смягчить санкции США. Но не европейские санкции. Европа в 2007-м перестала поставлять в Иран технологии, которые могли использовать для создания ядерного оружия. У ряда частных лиц и компаний заморозили счета в европейских банках. И, наконец, поворотный 2012-й год. Евросоюз заморозил активы Центрального банка Ирана, а часть обычных банков отключила от системы международных платежей SWIFT. Торговля с Ираном, золотом и другими драгметаллами бриллиантами и, главное, нефтью и нефтепродуктами была запрещена. А ведь до этого на Евросоюз приходилось четверть всего нефтяного экспорта Ирана. Также Евросоюз перестал закупать у Ирана природный газ. Эти санкции очень похожи на те, что сегодня испытывает и Россия. А в конце десятых годов они были еще и усилены президентом США Трампом. Так Иран стал мировым лидером по числу введенных против него санкций. И был таковым до начала войны России в Украине. Теперь-то Россия и Иран по числу санкций переплюнуло. Самый главный удар, что по России, что по Ирану, нанесло нефтяное эмбарго. С 2011 по 2021 годы экспорт нефти, которой кормился Иран, сократился в четверо. И экономика за эти годы тоже существенно просела. В 2018-2020 годах инфляция в Иране приближалась к 50%. Теперь на минимальную зарплату. Иранец мог купить уже не 74 килограмма мяса, как полвека назад, а всего лишь 10. С досугом тоже стало туго. Множество кинотеатров позакрывали, хотя население росло как на дрожжах из-за исламского тренда на рождаемость. Да и строгость нравов выросла. Все стали куда более сдержаны в одежде и общении с противоположным полом. Неудивительно, если даже за недавний танец на улице молодую пару приговорили к 10,5 годам тюрьмы. Итог. Иран стал бедной страной, ежедневно нарушающей права человека и вынужденной продавать свою нефть под видом нефти других стран, то есть в серую и с большими скидками. Западные автомобили заменили собственными, менее качественными. А от глобального интернета страну, особенно во время протестов, легко отрезают власти. Еще один итог. Дефицит жизненно важных лекарств и настолько низкий уровень доходов населения, что властям приходится жестко регулировать цены на базовые продукты. В России мы уже видим похожую картину. Вместо продажи нефти Евросоюзу по нормальным ценам, поставки в Китай и Индию со скидками до 30%. Из совместных с Россией автозаводов ушли американцы и европейцы. А им на смену приходит менее качественный Китай. От глобальной сети Россию пока не отрезали, но разговоры о суверенном Рунете идут уже много лет. Продукты бешено дорожают, доходы людей падают, а тяжелобольные дети начинают лишаться жизненно важных лекарств. И это не результат 40 лет санкций, как в Иране. Даже если вести отсчет с 2014-го, Россия находится под ограничениями всего 9 лет, а самые жесткие из них действуют лишь полгода. Стоили ли 9 лет санкций за воевание территории в Украине? Стоят ли они будущих лет лишений для России? Ответом станут только два жирных минуса, которые нужно поставить Путину за знание истории и экономики. Впрочем, минусы на своих счетах видят не Путин, а обычный россиянин. Остается надеяться, что до 40 лет санкций против России дело не дойдет. В следующем выпуске мы расскажем, что стало с Кубой после уже 63 лет ограничений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok